Слава Господу, братья и сестры! Только что хор пропел, где Дух Господень, там свобода, потому что там царствует Христос. Я хочу сегодня поделиться с вами некоторыми мыслями то, что я изучал некоторое время, это о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Царство Божье, Царство Небесное, уже в одном названии говорится о том, что это необычайное, и для нас многих, когда мы читаем Слово Божьем, сложно бывает иногда понять. И я хочу сказать, это непростая тема. Когда я изучал эту тему, если брать даже книжную симфонию, очень сложно, большой список, очень сложно что-то увидеть и сфокусировать свое внимание. Но тем не менее, Царство Божье, Царство Небесное. Царство Небесное – это когда я для себя по классификации, Царство Небесное – значит, есть Царство Земное. Царство Божье – значит, есть Царство Человеческое. Библия так говорит, что Бог не человек, то есть на противопоставлениях. Это легче увидеть, легче понимать, когда мы читаем Слово Божьем. Царство Небесное – естественно, потому что оно приходит с неба. В Новом Завете речь о Царстве идет, когда Иоанн вышел на Ниву и начал проповедовать, то его первая проповедь была «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Казалось бы, для нас тоже с вами сегодня, когда уже это сзади, уже все свершившийся факт, то для нас казалось, что когда Иоанн проповедовал, то Царство Небесное с приходом Христа. Но тем не менее, мы находим в Библии, что когда вышел Иисус на Ниву, то Матфей подчеркивает, что Иисус начал проповедовать после искушения от дьявола, когда в пустыне. После этого Он начал проповедовать и тоже говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус тоже начал проповедовать «приблизилось Царство Небесное». Приблизилось – это значит, откуда-то оно приходит. Естественно, тут и как бы название, классификация «Царство Небесное». Оно приходит с неба. Об этом говорил еще Даниил во 2 главе, 44 стих, 2-44 Даниила. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое вовеки не разрушится, и Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все Царства, а само будет стоять вечно». Это сон был Новохудоносору, который занимался размышлениями. И вот истолковывает Даниил, что это такое. «В одни тех царств воздвигнет Бог Царство, которое вовеки не разрушится». Мы молимся, Иисус нас научил в молитве «Отче наш!» «Да придет Царствие Твое!» Мы молимся и по сей день. «Потому и классификация Царства Божьего и Царства Небесного». Если Царство Божье охватывает и время, и территорию, то Царство Небесное, оно живет в нас. Сказано в Писании, «Царство Божье внутри вас есть. Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Это Царство Божье внутри нас. И когда мы стремимся в небо, мы об этом поем, и только что нам пропел хор, мы стремимся к Господу. Естественно, чтобы прийти к Господу, мы должны находиться в Царстве, которое на земле. И я хочу об этом, как бы, подчеркивание сделать. Царство Небесное, да придет Царствие Твое, оно на земле сформируется, и нам нужно в него войти. Мы не видим его границ. Иоанн говорит в Евангелии, «Если кто не родится от воды и духа, сначала не может увидеть, а потом через один, по-моему, стих, не может войти в Царство Небесное. Не может увидеть, а потом не может войти. Мы не можем видеть. Кстати, мы и границ не видим этого Царства, но тем не менее, если кто не родится от воды и духа, не может увидеть. То, что это Царство на земле, сказал Иисус Петру. Говорит, «Я создам церковь, врата ада не одолеют, а ты камень, я даю тебе ключи». Ключи, и я хочу подчеркнуть это, что ключи, которые дал Иисус, дал апостолу Павлу, дал, вернее, сначала Петру, а потом и всем верующим. Это Матфея 16, 19. На земле. На земле ключи действуют, что ты свяжешь на земле. Ключи Царства действовали у Павла, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. А потом уже в Матфея 18, 18 сказано, что такое действие, такую власть Бог дал всем верующим. Бог дал всем верующим, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Мы должны понимать великую ответственность. На небо мы никак не попадем мимо этого Царства. Нам нужно понимать. Мы обязаны понять. Сказано, что ученики, когда слушали притчи о Царстве, то они Иисуса спросили, почему ты им притчами говоришь? А Иисус ответил ученикам так. Вам дано знать тайны Царствия, а им все в притчах. Им они не понимают. А когда говорил о Царстве Иисус, то он спрашивал учеников, поняли ли вы все это? Говорят, ученики поняли. Да, так, Господи. Но впоследствии я нашел одну такую интересную для меня это. Я просто делюсь с вами своими мыслями. Когда я начал изучать, то я нашел, что, и вы все это знаете, что Лука написал свое Евангелие при тщательном исследовании, он так говорит в начале. А потом он повторил, как бы при тщательном исследовании, и дальше описал. Уже книга «Деяния апостолов». И вот при тщательном исследовании, как вы думаете, он начал расспрашивать у тех, которые видели, разговаривали, слышали от Иисуса, потому что он сам там не был. Лука сам там не был. Он при тщательном исследовании написал Евангелие. И я нахожу, что о Царствии, о Царствии Небесном, о котором Слово Божие нам говорит, сказано наибольшее в Матфея. Вообще о Царствии Небесном есть такие, как бы тайны открывает Господь. Одиннадцать таких примеров. Один из тех примеров Марка, Лука при тщательном исследовании, он говорит, что подчеркивает в 13 главе, 18 и 21 стихом. Когда он начал исследовать, то он что узнал от людей, что люди запомнили о Царстве? Запомнили только Царство Небесное подобно зерну горчичному и закваски. Только две вещи запомнили. А сам Матфей, кроме этого, десять примеров приводит. Он как бы их по порядку приводит в основном. В основном это 13 глава. И вот первое, значит, такое сравнение, что Царство Небесное подобно пшенице. посеяно зерно, выросла пшеница, а потом оказались плевелы. То есть, приносит плод пшеница, плевелы не приносят плода. Почти одинаковые. Вот такому уподобил Иисус Царство Небесное. 13, 24 Матфея. 13, 31 уподобляет зерну горчичному. С малого, малое зерно, простите, и к большому. Я как-то размышлял, и сказано, что вырастает большое дерево. Но все мы знаем, что злаки, они большими не бывают. Злаки, это может такой вот куст быть, где можно укрыться как-то. Вы помните, что за ночь Иона укрылся под этим кустом. Зерно горчичное от малого к большому. Закваска положила женщина в три меры муки. Матфея 13, 33. Сокровище. Продает все, покупает поле с сокровищем, потому что нашел сокровище. 13, 44. 13, 45. Матфея. Купец ищет хороших жемчужин. Нашел, пошел, продал и покупает. Матфея 13, 47. Невод. Царство небесное, подобно неводу. Захватило всех, а потом вытащили на берег и рассортировали. Доброе и худое. Я хочу, чтобы мы понимали, речь все время идет о царстве Божьем. Дальше сказал Матфей в 18, 23. Царь вышел сосчитаться с рабами. Этому царству небесное тоже подобно. Вышел сосчитаться и там начал с последнего и закончил первым. Это принцип царства Божьего. Еще Матфея 21. Хозяин дома нанял работников. Об этом сравнении царства Божьего. Вышел рано утром, потом в 3, потом в 6, в 9, в 11 часов. Еще царство небесное, подобно брачному пиру, которого для сына сделал. И там нашел Матфея 22, 2. то там нашел, пришел посмотреть, нашел, что не в брачной одежде кто-то. То есть царство небесное настолько Матфей рассказывает, настолько расшифровывает для нас, что туда нужно сказано, что одни Иоанна Крестителя, царство Божье силою берется, употребляющие усилия восхищают его. Можно войти, не просто приходя на собрание, а в царство Божье можно войти, только при тщательном каком-то исследовании, при полном желании и при полном внимании. Мы должны понимать, мы должны искать, и мы тогда найдем. Царство Божье, кто не родится от воды и духа, не может увидеть и не может войти в это царство. Также уподобляется царство небесное десяти девам Матфея 25, 1. Пять мудрых, пять неразумных, мудрые вошли на брачный пир, неразумные за дверями остались. Все, дальше Библия ничего не говорит. Мы подразумеваем, что неразумные во тьму внешнюю нет. Библия об этом не говорит. Я хочу заострить это внимание. Это и речь идет о Царстве небесном. Если мы чего-то недопонимаем, то мы должны на этом и остановиться. Сказано, что те вошли на брачный пир, двери затворились, а тем сказал, я не знаю вас. Точка. 11 уподавление это уже в Марка 4, 26. Сказано, что Царство небесное подумало тому, как если человек бросит семя в землю, не знает, как растет. Выходит, спит, отдыхает, ходит, работает, он не видит, он не знает, как это растет, потому что оно сокрыто. Мы не можем видеть, как Царство Божие растет в нас. И об этом еще Марк также о зерне горчичном подчеркнул, то, что Матфей уже говорил. И вот я сказал о зерне горчичном и о закваске, подчеркнул также Лука. Наиболее интересным из этих сопоставлений и сравнений есть речь о закваске, которую женщина положила в три меры муки. обычно закваска, как вы знаете, кто с этим имел дело, она берется из того остатка, с такого же теста, которое произведет потом. То есть, закваска это не что-то другое, а это то же самое, только оно помогает расти тесту. Но интересная вещь, что положила женщина в три меры муки, не в одну. Обычно мы, когда закваску делаем и печем хлеб, достаточно одной меры муки, один замес, и мы делаем, и там получается хлеб. Но положила в три меры муки. И вот Царство Небесное, как Даниил это увидел, сказано, что в одни тех царств воздвигнет Бог царство иное. Я полагаю, три меры муки. Это Божья премудрость делает это. Ведь Царство Небесное началось с момента, когда Дух Святой получил возможность жить в человеке. Христос, крестящий Духом Святым и огнем. И Дух Святой помогает человеку родиться, войти, жить в Царстве Небесном. Дух Святой поможет нам пойти навстречу с Господом. И вот с момента, с момента теоретически даже, четыре тысячи лет прошло до момента, когда Христос начал проповедовать. Я так в общем говорю. Приблизительно две тысячи лет сейчас идет проповедь Евангелия. И когда Христос придет, начнется тысячелетнее Царство. И сказано, апостол Павел возвещал тайну. И в Первом Коринфианам, в Первом Коринфианам 15 глава, апостол Павел говорил о том, что а затем конец, вервенец Христос, потом Христовы воскресенье, а затем конец, когда Христос предаст Царство Богу и Отцу. И Бог будет все во всем. А сейчас Христос в своей власти сказано, Христос сказал так, мне, я имею ключи ада и смерти. Мы принадлежим Христу, если мы в этом царстве, мы принадлежим Христу. Еще одна деталь такая, о которой я еще не сказал. Царство, собственно, практически почти сто лет назад еще в нашей стране было царство. А за эти сто лет вы видите, как история очень быстро прокрутилась и сколько этих титулов уже стало. И президенты, и там были генеральные секретари, и президенты, и так дальше, и так дальше. Буквально за последних, я так скажу, сто лет меняется все, но тем не менее Бог форму правления изобрел и ее придерживается царство. Если форма правления президентская страна, к примеру, управляет много людей, там и правительство, там и парламенты всякие, всех, много там людей. Но в царстве фактически ответственным и управителем является один человек, царь. Остальные являются ему подчиненными. Он поставляет кого куда хочет, и тут идет уже вопрос о рангах. Христос потому, нам следует вспомнить, что Христос говорил притчу, и мы иногда ее так пропускаем, как бы вскользь, говорил, что вот дал в управление одному талант, другому, пошли, приобрели другие таланты. Хорошо, хороший, верный раб. В другом месте сказано, что сказал там города в управление. Пошли, работают, и дал в управление больше городов. То есть вот это потом есть еще такое место, где говорится, что побеждающий наследует все. В Царстве Небесном, в Царстве Христа мы не просто сидим сложа руки, мы должны здесь подумать, в Царстве ли Христа мы и принадлежим ли Ему. Если Он Царь, Он царствует. Если Он Царь, Он управляет. Может ли Он так управлять нами? Мы принадлежим Его Царству? Мы делаем то, что Он хочет? Мы подвластны Ему? Мы хорошо это делаем? Мы спокойно это делаем? Как мы делаем эти вещи? Есть человек, который может делать только под принуждением? Фактически, посмотрите, внимательно, мы буквально сегодня в Братскую об этом чуть-чуть говорили. Если посмотреть на прошлое наше время, время, мы горим, когда нас принуждают. Это правда. Об этом мы тоже слышим много. Мы горели, были трудные времена, мы горели. Братья и сестры, в Царстве Небесном человек горит, потому что он служит Царю, Христу. Если тебя принуждают и давят, и тогда только ты служишь. Здесь вопрос, принадлежишь ли ты к Царству Иисуса Христа. Может, ты просто самовольный, делаешь что хочешь, а об этом особенно в сегодняшнее время в Америке позволяется. Закон даже на твоей стороне, но не закон Божий. Закон Божий на стороне тех, которые служат Христу. И поэтому я сегодня каждого из нас призываю Царство Божье мы и по сей день молимся, чтобы оно пришло. Оно на земле, но чтобы оно пришло в наше сердце. Да будет Царствие Твое, воля Твоя, как на небе, так и на земле. Божья воля совершается на земле. Богу нужны труженики на земле. Богу нужны труженики, которые исполняют Его волю. Помните, избрал, сказал Господь Самуилу поставим царя, поставим Саула, но он не исполнил воли Божьей. И Бог сказал, я изберу себе человека по сердцу моему, который исполнит всю волю мою, все хотения мои. И этим человеком оказался Давид. Он был очень прилежным. И я как-то недавно даже с детьми разговаривали и так вот заметил. Давид, который пас овец, и случался ему зверь, и он брал его и разрывал. Я так вспомнил недавно, буквально этим летом, я ночевал на тракстапе во Флориде, и траком сдался на паркинг, переночевал, а утром делаю обход трака. И оказалось, там сетка рабица, что мы называем, буквально вот так, как до этой колонки. Я так обхожу, и что-то защипело, я туда смотрю, а там крокодилы. И вы знаете, крокодил не такой вот большой, до полтора метра, а грозный. Я стал его фотографировать, он сюда подлазит, ко мне, к сетке, хорошо, там сетка, я в защите, но Давид брал льва и медведя и разрывал его. Разрывал, говорит, он делал это при помазании Божьем. Это был человек, который уповал на Бога, человек, который свои все трудности решал с Богом. Сегодня мы много трудностей имеем, и иногда они нас пугают, малейшая трудность она нас пугает. Вы знаете, почему Бог допускает трудности? Не потому, что мы грешные настолько, или грешнее рядом сидящих. Бог хочет, чтобы мы шаг сделали навстречу Ему. Он хочет, чтобы мы от Него зависели. Люди стараются быть независимыми, деньги зарабатывают, фирмы иметь свои, чтобы не на кого-то работать, чтобы никому не подчиняться, но это как раз и есть проблема человека. Бог хочет человека сблизить с Собою. И вы знаете, как произойдет сближение человека с Богом, потому что в последнее время Бог, мы не раз слышим через пророчество, через Духа Святого, Бог возвещает, трудности придут. И для нас трудности это ужас, но для Бога трудности, Он хочет нас видеть в Его Царстве, чтобы мы Ему покорялись. И вы знаете, когда человек ближе приходит к вечности, переболел какой-то болезнью серьезной, или имел встречу с Богом разными путями, то человек такой по-другому смотрит уже на все. И вы знаете, когда бывает, едешь за траком, за рулем, и трак очень мощный, и едешь, казалось бы, ничто не может сдвинуть, нарушить. Но когда я буквально 23-го, 22-го, по-моему, 22-го, 23-го декабря я уже дома был, ехал я в Калифорнии на юге, такой сильный ветер взорвался, меня трака взяло и левую сторону подняло вместе с машиной, я замер, испугался очень, я вам откровенно скажу, на тормоза нажал хорошо, мы гуськом траки шли, в буквальном смысле 5-10 милов в час, боковой сильный ветер подняло, грохнуло, поставило на землю, и я увидел, что песчинка, песчинка тяжелее почти 40-тонного трака, а Бог всем управляет, и нам нужно сблизиться с Господом, нам нужно быть в Его царстве, Его царствие подразумевает другой формат поведения, ты ко всему будешь по-другому относиться, если ты в царстве Иисуса, ты ко всему будешь по-другому относиться, Бог к этому хочет, Он хочет, потому что придешь на небо, придешь на небо, и там будет по-другому, когда придет Иисус, сказано, что в конце две трети вот этого трехтысячелетнего царствия правления, то сказано, что апостол Павел эту тайну излагает, убьет духом уст своих того, который говорил плохо против Господа, то есть зверя, убьет антихриста, и воцарится Христос, и царство будет вечное, церковь будет восхищена навстречу Господу, это другая форма бытия, и духовными мы не можем за одну минуту стать, мы должны здесь быть, мы должны ими постоянно быть, Бог нас приучает к этому, потому что если нас застанет Христос, когда Он придет, а мы вообще как бы не размышляем об этом, мы хорошо все делаем, порядок поддерживаем, церковь ходим, но мы не понимаем, как жить в духовной жизни, нас Христос не сможет поднять, ведь та сила, которая будет поднимать Дух Святой, она сегодня поднимает, она сегодня делает, и Господь хочет, чтобы мы вошли в это Царствие, и я вас призываю каждого, чтобы вы подумали, чтобы мы могли осознать и войти в Царствие Божье, служить Господу, служить Ему со страхом, служить Ему с трепетом, потому что Его Царствие не как мирское Царствие, не как этого мира, эти Царства, Даниил говорит, три Царства пройдут, закончатся, но потом камень, который с горы будет сброшен, он скатится с горы, разобьет все эти Царства и установит вечное Царство, станет горою, и никто не сможет уже ничего после этого сделать, уже воцарится сам Иисус Христос, после этого Он предаст Царство Богу и Отцу, который будет все во всем, да благословит нас Бог, чтобы мы искали Царство Божье, чтобы мы трудились для Царства Божьего, чтобы мы были прилежны в Его Царстве, ибо Он Царь, а мы Его подчиненные, и Он хочет видеть нас, когда придет за своей Церковью. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok